Здравствуйте, в эфире телеканала «Север» программа «Актуальное интервью» в студии Любовь Пермякова. Сегодня у нас в гостях руководитель ателье «Иволга» Ольга Кокорина. Оля, здравствуйте. Здравствуйте. Рада видеть вас в студии. Оля, расскажите, пожалуйста, с чего начался ваш бизнес, почему решили всё-таки организовать работу ателье? Вообще образование у меня учитель технологии предпринимательства и имею корочки портного третьего разряда. Но долгое время, а именно 12 лет, я занималась дизайном мебели. Когда стали появляться детки, захотелось шить для маленьких детишек одежду, и не такую, как у всех, да, хотелось чего-то индивидуального. Поэтому начала потихонечку шить. И в прошлом году обстоятельства сложились так, что я решила закончить с мебелью, и мне посоветовали, так как хорошо получается шить одежду, открыть ателье. Как раз пустовало здание в новом посёлке. Мы с арендателем встретились, обговорили всё. И вот перед Новым годом, в прошлом году, я оформила индивидуального предпринимателя и открыла там ателье. Знаю, что получили грант из городской администрации. Да, вот буквально недавно, а именно в октябре месяце, проходил конкурс грантов на развитие бизнеса для начинающих предпринимателей. Я решила в нём поучаствовать. Перед этим был окружной конкурс грантов. Я побоялась на него идти, потому что подумала, что ну куда я с каким-то просто ателье, ателье по ремонту одежды, по пышевую одежду, да кому он нужен вообще? Это неинтересный проект. Но затем мне позвонила моя, мой персональный менеджер Любовь Попова из Центра развития бизнеса и сказала, что Оль, нет, всё равно нужно идти, нужно пробовать. И как бы это хорошая идея, и это хороший проект. И я пошла, да, и мне повезло, и я выиграла проект. Жюри мой понравился, и я выиграла вот эти вот деньги. Какие услуги сейчас предоставляет ателье? На сегодняшний день мы предоставляем ателье пока только по ремонту одежды. Но после Нового года мы планируем открыть швейную студию, которая будет работать по пяти направлениям. То есть одно направление так и остаётся, это ремонт одежды. А вторым направлением будет пошив одежды из тех тканей, которые мы будем предлагать нашим клиентам. Третье направление это будет салон шторм. Что вы не ходите по магазинам, не думаете, не выбираете, да. Вы отзваниваетесь нам, у нас дизайнер к вам приезжает, всё замеряет, смотрит ваш интерьер. И мы предлагаем вам уже варианты именно для вашего интерьера. Варианты исполнения штор, оформления вашего окна. Если вам необходимо, то можем шить ещё и покрывалы, и подушки, да, то есть сопутствующие чехлы, скатерти. То есть всё, что нужно будет. Сами всё отшиваем, сами приезжаем, вам устанавливаем карнизы, развес, вшиваем шторы. Вы только оплачиваете деньги за это. Это вот третье направление. Четвёртым направлением это будет у нас открытие мастер-классов. То есть мастер-классы по конструированию одежды, по моделированию одежды, по пошиву её. И также мастер-классы это будут и для взрослых, и для деток. Вот. И пятое направление это будет у нас каворкинг. То есть на базе нашей швейной студии любой из желающих может за почасовую оплату прийти и воспользоваться нашим оборудованием, и сам лично сшить своё изделие, раскрыть его, да, и сшить, сам пользуясь всем нашим оборудованием. Сколько сейчас мастеров трудится? Буквально пару недель назад я была одна, работала одна. И в связи с тем, что очень большой поток сейчас клиентов, я подала объявление о том, что мне необходимы работники. И вот на сегодняшний день у меня уже двое работников в ателье, двое девушек, которые работают, помогают мне. Вы сказали, что много очень заказов. Это значит, что к вам люди идут, да? Как вообще они узнали о вас? Потому что место такое было уже забытое два года, да? До вас там никто, в общем, не занимался этим делом. Ну, изначально это, конечно, было сарафанное радио. Во-первых, в соседнем помещении у нас парикмахерская. То есть в парикмахерскую большой поток клиентов идёт, и парикмахер всем говорил, всем рассказывал. И опять же люди видят то, что открыты двери, заходили и спрашивали, а что это, что это? То есть изначально это были клиенты нового посёлка, которые друг друга рассказывали, узнавали. Опять же, мне многие мои знакомые клиенты из мебели звонили, хотели по мебели проконсультироваться. Я говорю, нет-нет, я уже мебелью не занимаюсь, у меня ателье. И они, ой, здорово, ателье. Вы к вам. Да-да-да, мы теперь едем к вам. И то есть вот так вот уже появились и постоянные клиенты, которые постоянно ко мне обращаются. Опять же, зная о том и зная по своему личному опыту, что постоянно не хватает времени вообще. Поэтому мы решили, что наше ателье будет предоставлять услугу, что мы сами будем приезжать к вам на дом, ну, на дом, либо в офис, да, как вам удобнее, приезжать и сами забирать одежду в ремонт. То есть чтобы экономить на это ваше время, а уже одежду с ремонта забираете, либо вы сами, либо за отдельную оплату мы можем уже доставить ее. Ну, это, на самом деле, очень здорово. Вы сказали, что будут разные направления и мастер-классы, обучение. Сейчас помещение, в настоящий момент, он позволяет принимать столько количества людей или будете расширяться? На сегодняшний день помещение у нас вообще небольшое, небольшое, но можно даже маленькое сказать. То есть оно достаточно только лишь для того, чтобы принимать заказы вот именно по ремонту одежды. Но даже не но, а к нашей радости, напротив нашего помещения освободилось две комнаты, которые как раз мы планируем уже занять с января месяца, мы будем приступать к ремонту, то есть помещения будет больше. Это же помещение останется для ремонта одежды, а вот на остальные четыре направления мы будем те помещения. Оля, давайте вернемся к гранту. На что были потрачены денежные средства? А денежные средства еще не потрачены. Ага, то есть они будут еще только... Да, их вот буквально не так давно перевели, да, то есть по предшествии конкурса. И в связи с тем, что у нас пока на данный момент нету дорожного сообщения сюда, да, зимник не функционирует, поэтому оборудование пока еще не закуплено. А так эти все деньги пойдут на оборудование, то есть это на швейные машины, на промышленные швейные машины, потому что, пользуясь бытовыми машинами и сев за промышленную машину, я на бытовой машине, например, пользоваться больше не хочу и работать на ней. А у нее там больше функционал, да? Нет, у нее больше мощности, во-первых, то есть она работает быстрее, она более бесшумно работает, и у нее очень удобно, что она в ровной поверхности, она идет уже сразу со столом, и врезана машинка в рабочую поверхность, вот. Ну и опять это немножко другой уровень, да, по сравнению с бытовыми машинами. Бытовая машина, она, опять же, не каждый материал возьмет, да, и не на каждом материале сможет прошить. Вот, то есть это бытовые парогенераторы, это оверлоки, манекены, то есть все-все необходимое, что нужно будет, и также коллекции тканей для штор и коллекции тканей для одежды. Мастер-классы будут для детей, вот что они там будут изготавливать, что шить? Вот. Но пока на данный момент, я думаю, что если детки совсем маленькие, да, то мы с ними будем шить какие-то, вот, допустим, сейчас, вот, как вариант для Нового года, это шить какие-то елочные украшения, да, елочные игрушки. А так в дальнейшем это какие-то мягкие игрушки, то есть, может, это игрушки-трикота, которые очень популярны, да, и очень детки любят. То есть какие-то игрушки из мультиков интересные. Какая у вас ценовая политика, вот, по сравнению с другими отелей, если сравнивать? То есть примерно одинаковая? Ну, примерно, да. Цены примерно на уровне у всех. То есть такой конкуренции, что у кого-то намного дороже, у кого-то намного дешевле, такого нет. То есть, в принципе, вот это вот всё на одном уровне находится. Понятно, пока вы занимаетесь ремонтом одежды, в планах уже расширяете сферу услуг. А, например, у вас можно будет шить свадебное платье или какой-то наряд там эксклюзивный. А вот вы готовы взяться за это? Ну, что этого не хватает, на самом деле, в Наринмале, да? Мы будем готовы взяться. Будем готовы взяться за это. То есть мы потом в дальнейшем будем искать ещё конструктора, который будет непосредственно снимать мерки и конструировать данные изделия, да, отшивать. Мы готовы ко всему, планы в голове вообще грандиозные. Хочется очень много всего, но, опять же, необходимы ресурсы для этого, да, то есть это в первую очередь необходимы люди, которые это будут делать, выполнять. И что самое главное, не просто делать, а делать это аккуратно, делать это качественно, потому что первоочерёдная задача, которую я и девочкам даю, и говорю, нам самое главное — качество. Пусть мы будем менять молнию, допустим, в куртке подольше, чем другие ателье, да. Но самое главное мне, чтобы это были ровные, аккуратные строчки, да, чтобы это было красиво, чтобы, когда я клиенту сдаю заказ, мне не было стыдно за то, что, да, что-то где-то хорошее. Ну, сейчас такие отзывы хорошие, наверное, да? Ну, на сегодняшний день мы очень рады, что отзываются о нас хорошо и советуют друзьям, знакомым, и клиентов-то всё больше и больше. На самом деле, молодцы, да. Вот, Оля, вы сказали, что вы по образованию модельер-конструктор тоже, да? Нет, учитель технологии, предпринимательства, да-да-да. Учитель технологии, да. А ещё как-то планируете развиваться там и учить своих, допустим, работников? Ведь нет предела, так скажем, совершенства, да, и в каждой профессии есть и какие-то повышения квалификации, курсы и так далее. Думали об учёте? Тем более у нас же есть такая услуга в городской администрации, когда ты можешь раз в год обучить своих сотрудников? Не пользовались ещё этим? Этой услугой ещё не пользовались. Я хочу сейчас сама ей воспользоваться. Я уже обучаюсь. Так как выехать отсюда с регионом мне не настолько просто и легко, потому что у меня трое детей, вот, поэтому ставить на папу троих детей, такие заботы я не могу пока на сегодняшний день. Вот, поэтому я нашла дистанционную школу, которая имеет все сертификаты, которая выдаёт сертификаты об окончании обучения, лицензии имеет. И я сейчас на данный момент прохожу у них курс по конструированию, моделированию плечевого изделия. Вот, и хочу вот как раз воспользоваться вот этой вот помощью на обучение в дальнейшем. Уже, конечно, и работников тоже будем. А штат будете расширять, да? Пока начнём, потому что, в принципе, планы-то очень большие, да, то есть если будет ещё больше поток клиентов, а я уверена, что так оно и будет, то, соответственно, штат обязательно придётся расширять. Вообще хотелось бы, конечно, фабрику свою на Ренуаре, да? Свою швейную фабрику, которая одевает не только Ненинский автономный округ, но и всю Россию, а может, даже и за границу отправлять. Может, какой-то национальный орнамент, да, свою вот такую фирменную фишку сделать тоже. Бренд, да? Бренд. Почему бы и нет? Да, вот смотрите, сейчас ваше ателье называется «Иволга». Я знаю, что вы человек креативный, и вы хотите сменить название, какой-то сделать свой бренд. Вот что это такое будет? Можете поделиться сейчас с Игрей там? Пока на сегодняшний день очень много мыслей в голове. И не знаю, пока на сегодняшний день не могу выбрать именно тот вариант, который бы мне понравился. Думаю, что всё-таки ателье по ремонту одежды оно также и «Иволга» и останется, потому что люди, дом быта этот знают, да, как дом быта и «Иволга», они привыкли к этому названию. Ну, просто что швейная студия будет называться по-другому. То есть у меня пока есть направление по детской одежде. Детскую одежду я отшивала, да, трикотажную одежду. У меня там был бренд «Кокорямбика». То есть это будет, однако, из линеек, вытекающих стен. Это где вы отшивали, когда начали вот... Нет, я сидела дома. Я сидела в декретном, да? Да, да, да. Я сидела дома, отшивала трикотажную одежду и придумала название ему «Кокорямбика». Откуда такое название? По фамилии. Кокорина, «Кокорямбика», что маленькие, маленькие детки. То есть вы на продажу делали для своих детей? Ну, я шила для своих детей, потом знакомые у меня видели одежду и, ой, мы хотим тоже такую, и я... Трикотажная, да? Да, да. А что это было там? Платье, какие-то костюмы оригинальные? Это были платья, свитшоты, спортивные костюмы. То есть одна даже мама у меня заказала спортивный костюм своему сыночку и заодно себе говорят, мы поедем в отпуск. А, фамилии лук такой, да? Да, да, да. Есть планы, да, вот тоже, например, какую-то одежду уже готовы продавать в ателье? Вот пришел что-то, вот увидел там, фамилии лук для мамы, для дочки. Я бы просто и купила это. Фамилии лук вот именно вот для продажи, я думаю, что, наверное, нет. Такого вот именно вот для продажи нет. А для... под заказ, что вы пришли, сами увидели ткань, да, выбрали модель, сказали, мы хотим вот такую модель из этой ткани, да, то есть может как-то карманчики немножко по-другому, да, может куда-то молнию, не прямо ее расположили, да, куда-то под наклон, чтобы у вас было и для самих побольше простор для вашего творчества, чтобы не только мы творили, но и вы тоже немножко вклад какой-то делали, да, ваш будущий костюм. На заказ это да. А что еще делали, сидя в декретном, мне интересно? Вот одежду, игрушки, да, на заказ? Игрушки на заказ нет. Игрушки на заказ нет. Я заказала просто для своих детей. Для своих детей заказала три кота. Думаю, посмотрю, попробую, потому что игрушек на самом деле не шила никогда в жизни. А вот, и мы попробовали, и дочка, а, мама, как здорово! Но я смогла шить еще только в связи с тем, что времени не хватает, успела шить только карамельку одну пока. И вот она вот все, она и спать с ней ложится, и в садик она с ней бежит. Ой, мама, карамелька, карамелька, когда ты мне коржика сошьешь еще? Ну все, она приходит ко мне на работу, достает выкрики. Мама, все, вот теперь шьешь ты его, потом всех остальных. Вот сейчас вот я хочу его жду. Вы станете национальным героем среди детей, я хочу сказать, если пошьете три кота всему Наринмару. А для взрослых это будут какие-то краткосрочные курсы, да, и чему можно будет обучиться там, я не знаю, потому что за один курс все равно там и верхнюю одежду, и нижнюю одежду, это невозможно, да, сделать? Конечно, невозможно. То есть я думаю, что это будут какие-то, во-первых, и мастер-классы, то есть, например, вы пришли, от начала до конца шили футболку, то есть на футболку, в принципе, не так много времени нужно. Мы летом, я решила попробовать, как это все будет. У меня приходила мамочка двух сыночков, двойняшек, и она сшила, за два дня она сшила для двух сыночков своих, сшила две футболки. То есть вот, в принципе, вот такие вот краткосрочные курсы, да, как футболки, там, например, такое там свершот, то есть, в принципе, на которые не так много времени необходимы, то есть их можно там и за день, например, уложиться. Опять же, имея возможность приходить по каворкингу и самому отшивать у нас в помещении, да, то есть, если что-то не успели доделать на мастер-классе, они в любое время могут прийти и дышать сами уже свое. А ценовая политика какая будет? Сколько примерно будут стоить эти курсы? Курс... Что-то примерно пока прикидывали, там все просто очень сильно зависит от ткани. То есть потому что в стоимость уже вкладывается ткань, а ткань абсолютно разная. То есть, опять же, ткань разная по качеству. То есть с тканью не очень хорошего качества я не хочу работать. И я работать не буду, потому что она впоследствии после стирки она и вытягивается, изделие потом растягивается и теряет свой внешний вид. Поэтому ткани, это все дорогие. И из-за этого получается, например, мастер-класс по большевому свитшоту, две, там, 1800-две, 2200. Да, то есть, в принципе, это уже вместе с тканью. Но я, опять же, мое личное время, которое я отвожу на проведение, делюсь своими знаниями, умениями. А думаете, будет пользоваться спросом? Есть уже какие-то такие предложения, что да, хотели бы пройти мастер-класс? Обращаются люди? Пока еще я такой большой рекламы не давала, не говорила, но кому вот друзьям, знакомым говорю, рассказываю, да, или там вот клиентам рассказываю, что у нас в дальнейшем планируется, они говорят, что да, нам это интересно, и мы бы хотели. Причем даже приходят и говорят, так, я вот хочу очень юбку шить, вот по юбке будет, вот давайте по юбке проведем, я ладно, хорошо. А другие там пришли, говорят, вот мы, например, вообще не умеем ничего, вот нам вот что-нибудь для начинающих, для нас. То есть я все пожелания записываю, все это себе помечаю, для того, чтобы в дальнейшем, когда начнем все это разрабатывать, чтобы уже иметь в виду и все пожелания исполнить. Оля, хотелось бы о вас узнать более подробно. Вы сами здесь родились, на Ринмаре или откуда-то приехали? Нет, я вообще родилась в Архангельской области, это Устьянский район, село Шангала. Любовь к рукоделию, мне кажется, очень великий мастераст в Архангельской области, особенно по вышивке. Вообще, любовь к шитью мне привела моя бабушка. Вообще, спасибо вообще огромное, потому что, если бы не бабушка, я, наверное, этим вообще бы не занималась. А каждый вечер, ну, там, может, не каждый вечер, да, там, или выходные, мы сидим с ней, чем заняться она? Ну, давай хоть что-нибудь пошьем с тобой. А бабушке все время открываешь шкаф, у нее стопками, там, ткани хранятся. Давай вот из-за этого что-нибудь ищем. Кстати, раньше были ткани вообще великолепные, да, они могут храниться еще сто лет, и они не выцветают, ничего с ними не делается. Да, у нас даже сейчас до сих пор, вот, мамы стали, сохранились те ткани, которые еще были у бабушки в шкафу. Я приезжаю в отпуск и начинаю там рыться, доставать. Ой, и это хочу, и это, и это, и это. Очень-очень много чего хочется. И вот бабушка вот мне как раз помогала, и мы все с ней начали шить. Вручную шишили, да? Да, ну и вручную у бабушки была машинка, которая меня не слушалась, может, из-за того, что я была маленькая, неопытная, вот. И также бабушка, помимо этого, меня еще учила и половики вязать, и ткать половики. Раньше воспитывали к труду правильно, согласитесь, да? Когда девочки прививали любовь к шитью, к рукоделию, это надо возвращать правильно делать мастер-классы. Да, да, да. А как в Наринмар попали? В Наринмар вообще получилось это все чисто случайно. Я в Архангельске уже работала дизайнером по мебели, и встретила знакомого на остановке. Мы с ним разговаривали, и он говорит, мне дизайнер нужен в Наринмар. Я так говорю, ну что за Наринмар, расскажи-ка мне поподробнее, может, я сама подумаю. Но это все произошло так на шутке. Он мне потом вечером позвонил, мы с ним пообщались, и я загорелась, мне стало интересно побывать здесь. Я сюда приехала. Это какой год был? Это был 2010 год. То есть в 2010 году я поехала в город, где вообще абсолютно не знаю ни одного человека, и знаю, что я сюда приеду, я буду здесь одна. Я никого не знаю, ничего не знаю, и я вообще в своей жизни холод не люблю. Я вообще боюсь морозов, я вообще дикая мерзлячка. И мне все такие, Оль, ты куда? Куда ты поехала? Я была на север, где там морозы, там 40 градусов, ты что, зачем? Ну вот поехала, и меня этот север затянул. У меня сейчас многие спрашивают, да чего тебе там надо? Уезжай, едь сюда, к нам, к нам поближе, здесь возможности будешь. Говорю, нет, я не хочу. Я полюбила всем сердцем. Но сначала тяжело, наверное, было, да? Или нет? Я не скажу, что было тяжело. Было даже вот, я сама была удивлена, было очень легко, потому что здесь такой хороший народ, здесь такие добрые люди. Может, действительно, от этого мороза, вот такие добрые, такие все хорошие, и все такие участливые, что всем было интересно, кто я такая, да, как бы, как, что, все предлагали помощь. Даже клиенту придешь, замеры делает, он приглашает на замеры той же прихожей, например, там, или кухни, раздевайся, раздевайся, пойдем скорее чайку попьем, там, вот я пирожков напекла, там, пирожками накормлю. То есть вот это вот настолько все легко и просто, а в большом городе такого нет. То есть там многие на лестничной площадке соседи друг друга не знают, да? А здесь все знакомые, ну, здесь очень тепло. И здесь встретили свою судьбу, я так понимаю, да? Не здесь. Тоже привезли. Свою судьбу я встретила, причем тоже благодаря мебели оказалось, что он работает тоже в моей фирме, но он работал в цеху в Архангельске, мы с ним не встречались. А встретились благодаря тому, что родственникам мы заказали кухню в деревню туда, к родителям. То есть нам приехала кухня, и мой нынешний супруг приехал туда эту кухню устанавливать. То есть мой супруг сначала познакомился с моими родителями, а потом уже познакомился со мной. Да, было так. И потом, и он сюда тоже приехал, и вот мы оба них летели. Они нараценили парень с руками, все умеют мебель. Да-да-да. Но и тоже не это главное, да? То есть он хороший, добрый, участливый. То есть это тоже важно. Здесь трое детей уже появилось, да? Да-да-да. Вам комфортно в Наринмаре, да? Все устраивает, знаешь, что... Нам здесь очень хорошо. Здесь очень хорошо. Единственный только минус для нас, вот лично я чем немного страдаю, что все мои родные и близкие, они находятся там. И мы хотим сюда очень дорогостоящие, и выехать нам отсюда в гости, да, что приходится... Удается очень редко встречаться с родными и близкими. Вот это вот единственный минус, который мы испытываем. А так все остальное... Страшно было покидать вот этот мебельный бизнес, все-таки там уже все знаете, да? Там уже многие вас считали даже хозяином Клевида. Да-да-да. Вы ошибочно, да. Было такое. Уходить и начинать свое дело, ведь все-таки не знаешь, как повернется. Тем более район, вот новый поселок, так скажем, не самый перспективный, да, с точки зрения бизнеса. Страшно было, Оль? Вот честно, было не страшно. Вообще, потому что я готовилась к этому моменту, я готовилась уже заблаговременно. То есть я уже поняла, не знаю, либо я такой человек, что все до этого работы, на которых я работала, я когда понимаю, что все, я достигла на этой работе потолка, и дальше стремиться, и расти дальше некуда, я уже после этого пыталась найти какое-то другое место для того, чтобы и мне самой чему-то новому научиться, и все. И здесь получилась именно такая ситуация. Я проработала там, получается, сколько? Вот 8 лет я проработала, да? И то есть я достигла уже там максимум, я не увидела уже лично для себя никаких перспектив. Поэтому я решила, что мне нужно куда-то идти, куда-то развиваться, и, может, даже уже на дядю надоело работать, захотелось чего-то своего. А в том, что получится, не получится, во-первых, меня поддерживали все мои родные, близкие, родители, и муж меня очень сильно поддерживал. Он сказал, ну, пробуй, пробуй, конечно, ты это хочешь, тебе это нравится, занимайся. Но не получится, ладно, будем там тогда что-то другое думать, придумывать. Но я, опять же, была уверена, потому что я вижу то качество, которое я качество даю. То есть если качественно ты выполняешь свою работу, то и люди будут ценить, и люди и советовать тебя будут, и идти будут люди к тебе. Поэтому я даже... Вот лично у меня не было мысли, что вдруг не получится. Страхи все равно какие-то были, страхи в любом случае есть. И в дальнейшем даже и вот по швейной студии тоже вроде, да, все, деньги есть, все, начиная. Но все равно немножечко страшно. Страшно даже не в том, что не получится, а как сделать это правильно, как это сделать лучше. Да, чтобы... Я понимаю, что все равно на первоначальном этапе все равно какие-то будут ошибки, какие-то огрехи, да, но хотелось просто бы их на первоначальном этапе минимизировать, чтобы их было поменьше. Вы, Оля, человек творческий, вот откуда отчерпаете вдохновение? Я сама даже не знаю. Я даже не знаю. Я порой у меня столько, очень много мыслей. Я люблю быть одна. То есть мне часто необходимо... Я даже когда в машине за рулем еду, я не могу включать радио. То есть я еду одна, я еду в каких-то мыслях. И потому что мысли, они приходят, и какие-то интересные идеи, они приходят в самый неожиданный момент. Да, и то есть тогда именно, когда не ожидаешь, потому что когда ходишь и думаешь, так, мне надо придумать красивый свитшот, так, классный, блин, как его сделать? Как сделать? И мысли, они не приходят вообще никак. Тут в итоге можешь там, например, стоять, готовить ужин, там, чистить картошку, и у тебя раз что-то где-то щелкнуло, все, все здорово, где мой блокнот, где мой ежедневник, давай скорее запишем, что вот это вот мысли. А были какие-то мысли вот по созданию бренда вот с каким-то ненецким орнаментом? Нет? Может быть, серию одежды запустить, там, показать в Москве, в Санкт-Петербурге? Вот сейчас мы этим вопросом занимаемся. У нас же Центр развития бизнеса занимается тоже и по этому направлению, да. Я изъявила желание, что у меня тоже есть желание, я бы хотела бы создать свой личный бренд и создать линейку одежды, и почему бы, извините нам, из северной столицы, да, не поехать, да, не поехать в Москву, не заявить о себе, что да, мы такие вот. Идея уже есть для этого, и мы вот сейчас вот буквально вот со дня на день будем вот этим заниматься. То есть это будет такая доступная, да, для среднего класса одежда, это же вообще очень здорово. Просто приезжала в Ханты-Мансийск на слёт Дед Морозов и Снегурочек, и зашла в их торговый центр, да, пожалуйста, у них там такие оригинальные шубки висят, вот прям современные, но похоже на Малицу, так классно смотрится, я думала, вот бы у нас что-то было подобное, да, да, и ведь там у них повседневная одежда, и спортивные костюмы с этими оленями, рогами, вообще красиво смотрятся, я думаю, что да, у вас тоже всё получится. И также наши делегации, допустим, те же делегации депутатов ездят, да, или кого-то представляют где-то наш округ, те же спортсмены, почему бы нет, чтобы сразу они стали такими узнаваемыми, да, да, сразу. Ой, смотрите, это ребята с Наринмара приехали, а кто им шил одежду? И всё, да. Будут заказы, я думаю, какой-то может быть даже интернет-магазин, не думали об этом? В планах есть такое? В планах, так как мы ещё в самом начале пути, то есть, поэтому планов-то очень много, и я думаю, что планов будет ещё больше, и идей будет ещё больше. Всё это будет. А почему выбрали именно новый посёлок? Потому что там нет ателье, да, я так понимаю, и получается клиентская база достаточно, ну, большая. Ну, там вот как раз в Доме быта там было до этого ателье, и оно буквально за два года перед тем, как я открылась, оно пустовало, и никто не работал, то есть люди нового посёлка были брошены, я как добрый самаритянин решила подумать о них. Да, и вот раз пустуют помещение, почему бы и нет, почему бы туда не пойти. Опять же, меня очень привлекло то, что там и аренда недорогая, да, по сравнению с какими-то точками в городе. Ну, и опять же, это микрорайоны, новый посёлок, здесь же микрорайон и мирный, и факел, и также люди с искателей едут в город, допустим, на работу, да, то есть они могут по пути заехать, завести нам одежду. Поэтому это очень хорошо. Много сейчас заказов перед Новым годом? Заказов очень много. Заказов очень много, что у меня даже, я девочек, пришёл на какие-то заказы оставаться вот буквально пару дней назад, они у меня работали до 10, до 11 вечера, потому что нужно было срочно сдавать заказы. И они, самое главное, что они готовы к этому, то есть мне не надо там, давайте, пожалуйста, там, я просто говорю, что девочке вот нужно, вот вы сами понимаете, и они, да-да-да-да-да, всё, Оля, не проблема, всё, мы останемся. Что чаще всего приносят? Что чаще ломается у жителей Аминьского округа? Чаще всего это молния. Молния сейчас зима, это крючки на шубах рвутся, ломаются, да, ну и молния, это вот основное. Даже колени протёртые у детей на брюках не так часто бывают, да, как вот именно молнии. Оля, скоро Новый год, что там, может быть, хотите пожелать жителям Аминьского округа? Пожалуйста, вот на эту камеру. Я хотела бы поздравить всех жителей Ненецкого автономного округа с наступающим Новым годом, с Рождеством. Хотела бы пожелать, чтобы все ваши идеи, все ваши желания, они сбылись в наступающем году. Ни о чём не бойтесь, двигайтесь вперёд, и если вы хотите открыть свой бизнес, идите в Центр развития бизнеса, они вам проконсультируют вас и окажут полную поддержку, и быть бизнесменом, предпринимателем, это не так сложно, не так страшно, главное только начать. А если у вас что-то порвётся и сломается, приходите. Да, да. Особенно впереди новогодние праздники, не бойтесь кушать, кушайте, портите свою фигуру, одежду, мы всё исправим, не переживайте. Всё подошьём, и шьём. Всё, теперь толстеть точно не страшно. Спасибо большое, Оля, что пришли сегодня к нам в студию. Я сделала вывод, что если человек талантлив, он талантлив во всём и креативе. Ну, желаю вам творческих успехов. Спасибо большое вам, Пусть и планы сбудутся. Спасибо большое. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был руководитель ателье Иволга Ольга Кокорина. Встретимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин